Дедушка Мороз Камилла Максимус Здравствуйте! Представляете, я только что видел вас во сне. Может быть, это потому, что я заранее принес из библиотеки вашу книгу. В этой книге столько интересной и важной информации о вас. Сейчас, при помощи волшебного прибора под названием скалькометр, мы проверим, каким было ваше поведение и прилежание. Пойдем со мной в селфи, а заодно поищем нашего кота Леопольда. Что-то я его сегодня еще не видел. Мне приснилось, что он на глобус забрался, а потом даже гавкнул пару раз. Уж не проказничает ли он где-то? В прошлом году Леопольд сам открыл вот эту дверцу и забрался в вентиляционный отсек скалькометра. Посмотри селфи, не спрятался ли он там и на этот раз? Нет? Ну и хорошо. Тогда приступим. Сейчас это замечательное устройство разделит все ваши поступки на хорошие и плохие, и мы узнаем, каких поступков было больше. Зеленый цвет означает хорошее поведение, добрые дела и успехи, а красный — капризы, лень и непослушание. Окончательный результат нам покажет вот эта лампочка. Итак, аккуратно устанавливаем книгу. Камилла, так в этом году тебе исполнилось 12 лет. Сейчас посмотрим, каким было твое поведение. Это очень хороший результат. Я тобой доволен. А сейчас скалькометр проверит твою успеваемость. Посмотрим, как ты учишься. Ну что ж, хороший результат. Совсем немного плохих отметок. Пусть в будущем году их будет еще меньше. Хорошо, кто у нас следующий? Максимус. А, тебе исполнилось 5 лет. Сейчас узнаем, каким было твое поведение в прошлом году. Ого! Ого! Сто процентов! Самый высокий результат. Я так горжусь тобой. Что ж, пора проверить твою успеваемость. Что ж, хороших отметок у тебя больше, чем плохих. Ну, ненамного. Уверен, ты можешь учиться лучше. Что ж, проверка закончилась. Но мой волшебный скалькометр я пока выключать не буду. В этом году у него появилась новая функция. Он может показать ваши фотографии на вот таком большом экране. Эта фотография мне особенно нравится. Такая красивая. В каком удивительном месте сделана эта фотография. Наверное, во время путешествия. Это твой котик? Ну, какой милый. Такие дни не забываются. Правда? Собака селфи. Фу. Отпусти мешок. Собака селфи. Фу. Отпусти мешок. Так. Что-то странное происходит в подарочном зале. Досмотрим фотографии позже. Ай-яй-яй, селфи. Ты зачем вцепилась в этот мешок с подарками? Робот сам знает, куда его везти. Видишь, какая здесь страна указана? Латвия. И робот везет этот мешок именно туда, где складываются подарки для ребятишек из этой страны. Не мешай ему. В подарочном зале все должно работать четко. Никакой путаницы. А может, ты почему-то решила, что в этот мешок забрался Леопольд? Нет, селфи. Робот это заметил бы и поднял тревогу. Ну что ж, пойдем дальше. Нужно отнести книгу в библиотеку. Поищи Леопольда селфи. А я пока досмотрю фотографии. Очень уж интересно. Очень удачный снимок. Хоть на выставку отправляй. Какая веселая компания. Смотрю на вас и сам улыбаюсь. Какой у тебя здесь серьезный вид. Интересно, о чем ты думаешь? Ого! Как же ты повзрослела за этот год. Какая дружная семья. Смотрю на вас и душа радуется. Сейчас я отправлю вашу книгу на место. Вот как это делается. Селфи. Ты простудилась или просто хочешь заглянуть в мою аптеку? Ну что ж, пойдем. Лесные витамины тебе точно не помешают. Вот моя аптека. Здесь у меня сиропы из лесных ягод. Здесь сушеные травы. А вот и заветный шкафчик с волшебными эликсирами. Хочешь, превращу тебя в крокодила селфи? Хо-хо-хо, не бойся, не бойся. Я шучу. На вот, возьми постилку из малины и клюквы. Это поможет, если у тебя простуда. Ох, что-то я уже начинаю тревожиться по поводу Леопольда. Надеюсь, я случайно не закрыл его в ледяной кладовой. Он ведь там точно может простудиться. Ух, Леопольда здесь нет. Это хорошо. Но раз уж мы пришли сюда, я покажу вам, чем занимаюсь в свободное время. Смотрите, какую скульптуру мне удалось сделать из глыбы льда. Вот инструменты, которыми я работаю. Конечно, при помощи волшебства я мог бы создать такую скульптуру в одно мгновение. Но иногда так хочется приложить усилия и сделать что-либо своими руками. Правда? Кстати, в моем сне вы появились как раз в одном из этих окошек. А вот где? Нет, не среди снежинок. И не среди сосулек. А вот где. Среди морозных узоров. Это было красиво. Попробуем повторить. Что ж, теперь посмотрим, как работает генератор снежинок. Все отлично. Совсем скоро будет готов заряд для моей снеговой пушки. Это что еще такое? Как эта пушка могла сама выстрелить? Скорей наверх, на метеостанцию. Леопольд, вот ты где. Нашелся наконец. Ты зачем разбойник на кнопку нажал? И куда ты снег отправил? В Африку. Лео, ты отправил снег в жаркую Африку. Что ты творишь вообще? Больше ты у меня на метеостанцию не проникнешь. Буду запирать дверь на замок. Ну что ж, пришла пора выйти в мой сказочный лес И зажечь огни на нарядные красавицы елки. Совсем скоро я сяду вон в те большие сани И помчусь развозить детям подарки. Заеду и к вам, только вы в это время будете спать и меня не увидите. А сейчас я хочу от всей души поздравить вас с замечательными зимними праздниками И пожелать вам много-много радости и веселья. Камилла. Максимус. До новой встречи в будущем году. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова